Президент Владимир Путин Ставропольцы с подозрением на коронавирус дождались результатов своих тестов из лаборатории в Новосибирске. Из 10 проб лишь одна оказалась положительной. Таким образом, сейчас в крае два официально подтвержденных случая болезни. Последние данные сообщил на своей странице в Инстаграм Владимир Владимиров. Он рассказал, что исследование по одному ранее изолированному пациенту пока не закончено. Кроме того, в Новосибирск отправили еще одну пробу. Это также человек из окружения первой заразившейся в крае женщины. Владимиров призвал земляков соблюдать спокойствие и не доверять информации из сомнительных источников. В Ставрополе в Международный день театра пройдет первый онлайн концерт духового оркестра, который организаторы назвали «Весне быть». Интернет-пользователи смогут в режиме реального времени выбирать композиции. Для этого необходимо перейти на страницу Дворца культуры и спорта в социальной сети ВКонтакте и подключиться к прямой трансляции. Концерт состоится 27 марта в 19.00. В дни, когда желательно не выходить из дома, пожилым ставропольцам помогут волонтеры. Как организовать работу активистов обсудили на совещании в правительстве региона. Его провел губернатор Владимир Владимиров. Он рассказал, что сегодня в крае 357 тысяч жителей в возрасте 65+. Большинству из них уже постучались волонтеры. На подворовых обходах они узнали, кто нуждается в поддержке, а кому помогают близкие или соседи. 20 тысяч пожилых ответили, что помощь им нужна. Этот список будет дополняться, а действия всех добровольцев станут координировать на краевом уровне. Число волонтеров Владимир Владимиров попросил включить из себя. В Железноводске обновят мост влюбленных сердец, который находится на курортном озере. Декоративная часть металлической конструкции и нарядное ажурное ограждение обретут исторический вид. Мост построили в середине 20 века. По сей день достопримечательность пользуется успехом у молодоженов и туристов. Проект благоустройства поддержали жители Железноводска во время голосований по программе «Комфортная городская среда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова